Я думаю, что цель любого шоу это в первую очередь привлечь телезрителя, развлечь его, заставить любить это шоу и, знаешь, как подсесть как на сериал, болеть, найти своих любимчиков и болеть за них. Цель участников, которые приходят в шоу, это уже, конечно, зависит от них, как они воспользуются, потому что голос это в любом случае шанс, это опыт, но не от голоса зависит, что с ними будет происходить дальше, а только от самих участников, от их решения. Это огромный толчок. Раньше я чувствовала себя очень неуверенно и думала, что то, что я делаю странно в очень плохом смысле, но когда я попала в команду Димы, и он каждый раз находит такие замечательные слова и говорит, нет, блин, ты не странный, ты просто особенный, и говорит это каждому из нас. Это просто потрясающе, я могу заплакать, не знаю почему. Это просто судьба какая-то, потому что я хотела предложить эту песню, и в этот же день Дима сбрасывает мне «Wantful Life Courts», я подумала, господи, это правда судьба. Я и сам, наверное, до конца в себя не верил, как в артиста в то время, но где-то вот внутренний голос говорил «Иди, иди, ну ты же это любишь, тебе надо проявить, тебе надо развиваться». Привет, меня зовут Дима Манасик, я приехал на кастинг, потому что я люблю и умею танцевать. В моем случае получилось так, что одно другому не помешало, а очень даже помогло, и я всегда расценивал талант-шоу в своем случае как интересное путешествие, опыт, колледж, школу, как угодно, как удобно назвать это, но в любом случае приобретение знаний, смелости, расширение каких-то своих возможностей и, безусловно, приобретение уверенных и смелых глаз в прямом эфире, что мне далось, наверное, сложнее всего. На второй я уже не пошел, потому что было время, что я потерял себя как танцора и решил, что я певец. «Холос Країни» щонеделі о 21 на 1 плюс 1. Давай, с самого начала. Ну, однозначно, Дима такой человек, который не может обделить никого своим вниманием, и он очень круто мотивирует. Вот, что сегодня я пел, мы придумали на репетиции, мы собрались. Это было абсолютно достаточно спонтанно, мы планировали петь вообще другую абсолютно песню. В силу того, что как бы я уже много пел, скажем, иностранных песен на проекте, мне предложили спеть нашу украинскую песню. Мы как-то так замиксовали, Дима сходу придумал песню «Зиронька Пономарева», наложились на нее вот эти вот слова из песни «Gunster's Paradise», ребята подыграли, гитара, барабаны, все было круто, все качало. И сначала это было дико смешно, всем было очень весело, возле этих рэпов и прочего всего. Очень было здорово, но потом все как-то серьезно посмотрели, послушали один раз, другой раз и сказали, ух ты, прикольно получилось. Наша мечта была поработать с Димой, и она осуществилась раз, то, что мы прошли так далеко, это вторая мечта, которая осуществилась уже, дай бог, еще мы пройдем дальше. Что это место? «John Legend». «John Legend». «John Legend». «John Legend». «Такой креатив, такой, ну просто мозг у человека работает, я имею в виду Диму, работает просто, не знаю. Только мозг, и сердце, и душа, это он вкладывает все, и вот это одно из самых главных таких вещей, которые мы реально учимся до сих пор, просто, ну у него взгляд горящий постоянно. Что такое? «Качайка». «Можно?» «Конечно». «Оттуши». «Главный играет всей истории – это ты». «Запон». «Это ты, это ты, ты одеваешь на себя эту песню». «Ты одеваешь на себя эту песню, она твоя, на три минуты». «Даже полторы». «Блин, может и шаткать». «Сегодня я доволен своими ребятами, потому что они действительно подготовились, я вижу, что они старались, и я не могу не похвалить их труд». «Даже полторы». «Даже полторы». «Даже полторы». «Да, я всегда говорил, что музыка – не спорт. Я, в принципе, в проекте никого, если ты не заметил, не сужу строго, никогда не оцениваю как-то критично, да, кардинально, но, у меня здесь есть все равно задачи подсказать, да, что-то исправить. Я действую вот так. Есть шоу. Шоу любит соревнования. Соревнования любит шоу. Ты понимаешь, что это синоним в зависимости от яркости происходящего. Вот. Поэтому, ну, шоу иначе быть не может. Должен быть один победитель. Но это не значит, что мы не можем получать удовольствие от каждого, кто выступает на этой сцене». Всем привет. Меня зовут Дмитрий А.К.А. М.О.Н.Т.А.К.А. Ритмолов. Справа от меня гениальный, талантливейший человек Дан Балан. Человек, который придумал шпагоданс-баланс. Что вам нужно для этого? Нужно для этого? Шпага. Шпага. Ну, забой, как она есть. Потом нужно вот… Нужен Дан Балан. Нужен Дан Баланс. Для того, чтобы овладеть этим танцем, конечно же… Вот это первое движение очень важно. Ага. И держит очень легко вот эту шпагу. Смотри. Видишь, она еле держится. Ага. Вот так. Нет, смотри. Ага. Немножко баланс. Баланс – это самое важное. Смотри. Баланс и… Не смотри. Фит. Смотри. Да. Ага. То есть, грувы в этом есть. Вот теперь начинается то, о чем мы говорим. Легкость. Смотри, очень важно. Туда идти. Ага. Чуть-чуть. С подачи. С подачи. С подачи. Могу ли я использовать 1 июня? Ты единственный человек, которому я дарю свои движения и был бы рад, что ты воспользовался. Ты разреша? Спасибо. У тебя, я знаю, что супер-шоу 1 июня. Да. Я с большим радостью. Я с большим радостью буду там. Человек, я с большим удачей. Если ты используешь одно из моих движений в этом шоу, я буду просто счастлив. Я беру шпагу «Дам-дам-дам-дам». Спасибо. Спасибо тебе огромное. Жду на концерте и вас тоже. Обязательно приходите. 1 июня 2019. НСК Олимпийский. Киев.